Шойгу полностью некомпетентный, профан, блядь, просто, блядь, шоумен, блядь, блядь. Здравствуйте, товарищи! О, он этот, Дворникова, вообще легенда по блядству. Куй, блядь, вообще, просто куй, блядь. Здравствуйте, товарищи! В начале конспекции генерал-полковник Плат, блядь, он вообще в армии не служил. На плодили целого плеяду из-за блюда, фу, ебанья. И Киев будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня, а потом падение города. Ну, максимум, 34 дня. Обрати внимание, где этот Шойгу, его не видно, не слышно, а потом вылезет же, мразь, блядь. Вылезет, блядь, это все, шлухота вокруг него, бегают вот эти вот на согнутых ногах вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики. Генералов, блядь, пригласили всех туда, блядь. Блядь, никто воевать не умеет, не хочет, все только, блядь, бодро честь отдавать. Больше ни, блядь, никого ничего не научили, блядь. Один из них – подполковник Збройных сил РФ Максим Володимирович Власов. С позивным Югра. Ну, вроде, за***ься, там стекли по городу прям, ну, который, наши друзья, весь город горит, на***ь. Всем зарядиться и спрятать все машины, понятно, да? Угнать в ангары, понятно, да? Нам едет комиссия ОБСЕ, ясно, да? Конечно, быстрее, блядь. Уводить так, чтобы не было видно ни народу, люди тебя не видели, ни хуя, блядь. Потери страшные парней наших, да, блядь. И ты знаешь, я эту войну, я немножко историю знаю, сравниваю, вот, это, война, блядь, советско-финская война, 39-40-го годы, блядь. Один в один, блядь, вообще, как по шаблону, на***ю, пошли, блядь. Шойгу, потому что это полностью некомпетентный профан, блядь, профан в своем деле. Да это не его дело вообще, блядь, просто, блядь, шоумен, блядь, блядь. Шойгу, гадонище, блядь, контрактников нет. Конечно, откуда они будут, с***, им платили по 30 тысяч зарплату, блядь, откуда их набрать? Шойгу собрал вокруг себя этих ебатых общественников. Но если у нас начальник инспекции, генерал-полковник, плат, блядь, он вообще в армии не служил, блядь. А звание он взял с МЧС, хотя это звание, нарушение всего закона, блядь. Наплодили целого плеяду Лизаблюдов, уебанки, но он этот, дворник, вообще, легенда по уебинству. Конченый вообще, просто конченый. А то он какой-то сейчас вот придумал, там, антибандеровский бросок. Ну, короче, это, вообще, конченый, блядь, с головы идиот. Я с вилами скоро пойду, блядь, к Кремлевской площади, ебаный, в рот, блядь. Наплодили, блядь, генералов всяких, там, чаек, хуяек, блядь, и всех остальных, блядь, сука. Сначала людей положат, а потом, сука, блядь, ждем, пока они наших положат, блядь. Они приободрились, ебанутся, блядь. Почитай, что они там пишут. Все, блядь, пи***дец. На, блядь. По, блядь, по вокзалам, блядь, по железным дорогам, на, блядь, ебанутся, блядь. Должна, блядь, Киев, на, блядь, в Верховную Раду прилететь ракета, блядь. Все, на, блядь. Почему не прилетела, блядь? Почему не прилетела, блядь? Я не понимаю, сука, ёбаный ты, Путин, пидорас, блядь. Почему не прилетела ракета, чтобы они подумали, да, блядь, ебанутся, блядь, в рот. Что-то неправильно все. Что-то не так, блядь, делается. почему блин в киеве ничем центр города и там верховная рада дом правительства ничего по дому правительства 5 ну там наверняка никого нету из важных людей но дом будет разрушен все увидят ёбаный в рот охранник какой-то там умрет ну и все крейсер развалили нахуй крейсер утопили ну ведь и выбор куда-нибудь тоже в ответку тоже по киеву и напыть и чебель нет о чем это говорит потому что именно нас поп и это надо быть разом чтобы тут же не отвечать на разбитые села как только бы села забомбили эти наши сразу должна прилететь ракета бы поддерживаете ли вы связь со своими украинскими родственниками просто пытаемся разобраться вот вы призываете обстреливать украинские города как это соотносится с тем что в украине у вас семья у вас там давайте я вам включу запись просто послушайте даже если не туда попали пусть начинают бояться по вокзалам по железным дорогам и вот вы говорите что не обстреливать города и кто так что вы хотите мне пофиг я сейчас сообщу поездок про вас да и все виталий васильевич я вам сейчас запись включу послушайте пожалуйста шейгу га***е еще контрактников нет конечно откуда они будут послушали за еще скажите пожалуйста вы готовы открыто заявить о своей позиции руководстве российской армии а я не готов почему я хочу також мы зателефоновали и максиму власову алло алло максим владеевич а не больше он на наши дзвинки не вид повидаю наши ребята там разят гадина это правильно это триумф русского оружия это триумф русской армии на возрождение россии повторяю не не призывников не тех кто призывается на сборы мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции исхожу из того что наша армия решит все стоящие перед ней задачи мисс не на секунду в этом не сомневаюсь об этом говорит весь ход операции она идет просто по плану вот по графику все делается так как и запланировал генеральный штаб строгом соответствии с графиком по плану видно что военная кампания идет не по плану что она вошла в самую невыгодную для нас до русских вообще форму затяжную форму штаты разжигают ненависть к россии штаты и страны западной европы пытаются представить россию агрессором виновником каких-то военных преступлений по поводу судьбы вот этого территории который до сих пор называется украина у вас какие мысли с ней что должно быть у нас президент сказал что мы должны провести д нацификацию и демилитаризацию провели дальше что нет провели дальше что мы пока ничего не провели для того чтобы это сделать для то чтобы эти две задачи были выполнены нужно полностью взять под контроль территории украины и градус этой ненависти зашкаливает поэтому фактически сегодня идет война не столько с украиной сколько с таким коллективным западом который стоит сзади украинских солдат какова должна быть судьба так называемой украины вот в рамках большого русского мира но я всегда говорил и говорю что украина это в общем-то часть россии это наша юго-западная часть нашей страны вот это и есть д нацификации штаты разжигают ненависть к россии штаты и страны западной европы пытаются представить россию агрессором виновником каких-то военных преступлений а что касается целей военной операции которая проводится сейчас то я думаю что цель 1 сейчас это победа и тут не может быть компромиссов то есть по ходу нельзя остановиться и сказать что знаете мы что-то уже тут подустали вот это мы выполнили а это оставим вселенскому и будем с ним договариваться там договариваться не с кем и не о чем сегодня штаты разжигают ненависть к россии мы понимаем что для русского общества победа в этой специальной военной операции это ликвидация вот этого гнойника на наших границах штаты разжигают ненависть к россии когда украинская сторона окончательно утеряет контроль над окруженными частями в силу и вот этими националистическими добробатами это к сожалению ситуация для нас не очень хорошая но то что они этот контроль потеряет в какой-то момент и уже теряют это мы видим из того что происходит на театре военных действий штаты разжигают ненависть к россии и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok